добрый день дорогие девушки сегодня я вас приглашаю в зару в зару в зарочку наш любимый магазин во всяком случае мой пройдемся посмотрим что есть в новой коллекции что есть на распродаже кое-что примере но наверное уже в следующем видео и так у входа нас встречает ну совершенно и такое знаете не необычное невероятное цветное разноцветное вышитое я даже не знаю как это платье не платье какой-то халат тут же такие же юбки в общем если это новая коллекция на осень то осень обещает быть очень веселой яркой и жизнерадостной я не уверена что это именно осенняя коллекция возможно это какая-то такая между сезонов коллекция ле лето переходящие в осень позднее лето потому что в общем-то теплых осенних вещей я почти что еще не видела все вот в основном такое больше я бы сказал даже курортные какие-то халаты какие-то пляжные такие платья хлопковые с вышивкой все очень этническое вышитое разноцветное в общем я вам покажу причем такая смесь это какие-то знаете украинские молдавские вышиванки вместе с ними же какие-то китайские японские мотивы какие-то арабские мотивы в общем все 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 что угодно и все вместе стал я рассматривать аксессуары обратила внимание на эти платки это чистый шелк стопроцентный шелк стоят они тоже конечно не дешево 50 долларов для зары но тем не менее если это из натурального шелка то дождем распродаж может быть мы сможем купить хотя вряд ли я хочу сказать что заре все натуральные вещи в основном если это шерсть если это кашемир если это шелка они расходятся очень быстро они вообще никогда не доживают до распродаж если доживают разлетаются вообще со скоростью звука ну это если мы говорим о свитерах пальто и так далее а если это шарфы все-таки шарф платочек это не такая уж нужная вещь но может быть не знаю украшение украшения это цепи цепи и бисер и бусинки в общем все что уже было в прошлом сезоне причем вот это вот конкретная цепь такая золотая с белым который я сейчас рассматривала она безумно тяжелая но вы знаете что я даже тяжело в руках держать я даже не представляю какой можно повесить на шею это просто ну вот какие-то пыточные цепи серьезно я имею ввиду что в общем то если они уже делают украшение в виде цепей то можно же как-то уже постараться сделать их так чтобы они не были такой такого веса что их просто невозможно на себе носить ну и продолжаем снова цепи 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 разные всякие по-моему у меня такое чувство ощущение что все уже их накупились и всех уже столько этих цепей что я честно говоря не знаю разойдутся ли они в этом сезоне потому что вот у меня например уже столько цепей что я уже их не покупаю есть разные всякие мне как бы они уже не нужны ну и может быть есть люди которые еще не закупили с цепями вот это кстати набор браслетов в комплект к той бело золотой цепи на шею я не знаю как они на вес тоже довольно тяжеловатый но интересное сочетание потому что там есть и цепь и такой браслет твердый кольцо ну это интересное решение интересный дизайн но опять же вес этой цепи невероятны а вот эти сережки это уже конечно отсылка к новому году к рождеству это уже нарядные выходные такие с блестками и пайетками вещи которые мы будем носить на праздники на новый год много из красивых серег что мне не нравится во всех этих серегах заровских они очень интересные обычно как правило очень красивые но как правило очень тяжелые но я не знаю для моих ушей во всяком случае я некоторые из них вот у меня есть я покупала вот поддавшись на красоту неземную но носить я их не могу потому что они просто отрывают мне уши я их надеваю и может быть ну полчаса в них могу проходить не больше то есть это очень-очень имеет значение когда вы покупаете серьги особенно нужно очень быть внимательным и смотреть ну просто в руках подержать и понять что они конечно будут будет ли их легко носить или нет продолжается цветное разноцветное баконалия такая так скажем очень много вот таких вот цветных ярких вещей вот это платье конкретно это не вышивка это просто рисунок на ткани а вот эти брюки например белые с такой зелено-черной расцветкой узорами это уже как раз вышивка именно вышивка причем сделано очень аккуратно сделано просто очень качественно мне кажется насколько я вообще разбираюсь в этом ну и стоят они не очень дешево 80 долларов но опять же это цена полная цена до до распродажи я как правило не покупаю за полную цену вещи в заре потому что ну потому что они потом уценят в половину и той больше обидно как-то так отдавать такие деньги за то что потом возможно можно будет купить в два раза дешевле красивые видите такие рубахи какие-то вот белая с синим белая с красным вот это шорты кстати они интересны тем что они очень интересно отделаны бисером пайетками так вот вроде сразу не видно а потом я их вынула и стала рассматривать действительно очень красивая отделка такая знаете очень тонкая вроде бы как и не очень даже разноцветная но тем не менее на ткани на рисунке на ткани пришитый пришит бисер и пришит пайетки интересные красивые вещи ну вот это вообще потрясло мое воображение это такая тоника блуза кимоно я даже не знаю как назвать в принципе у него есть рукава но оно такое знаете интересно скроено квадратом таким только сделаны такие дырочки для рук дырки чтобы руки просовывать а в принципе она такая большая широкое такое кимоно но коротенькая но вышивка бесподобная я даже затрудняюсь определить какой группе народов отнести эту вышивку не знаю что-то славянское или что-то арабское ближневосточное не знаю правда не берусь по моему все вместе смешали до кучи и навышивали в общем чтобы всем всем было красиво такого же типа юбки ну юбочки такие детские практически молодежные для маленьких молодых девочек потому как очень коротенькие оборочки вот эта вышивка если честно я мне трудно представить как это носить но только если на курорт только если в отпуск куда-то в грецию или вот я не знаю в египет потому что если честно то в городе такие вещи носить очень ими напомнили знаете костюмы ансамбля народных танцев березка или вот каких-то каких-то народных танцев много было вот такого типа кимоно с вышивкой это уже немножко другая история это уже больше такая домашно домашний пляжная одежда возлежать в подушках или у бассейна тоже очень красивая вышивка она не яркая она сделана из той же ткани нитки вернее такого же цвета что и ткани и поэтому как бы она так не выделяется ярко но тем не менее очень красивая очень хорошо сделано здесь блузы тоже с вышивкой то есть вышивки очень много я если честно не знаю этот тренд вернулся или он еще никуда не уходил по моему он как-то немножко отошел этот тренд на вышивку но сейчас судя по заре он просто захватил вообще все просто просторы магазинов и потому что количество вещей с вышивкой просто зашкаливает вот очень красивая тоже такая малиновая вышивка на белом и они так красиво сочетнули эту блузу с брюками вот сейчас я вам покажу отойду немножко подальше она стоит 60 долларов с такого же цвета как вышивка брюки малиновые вместе выглядит довольно интересно красиво по моему на мой взгляд были вещь конечно и более таки поспокойнее ну вот это например черно белое вернее черное желтовато бежевая такой геометрический рисунок платье 79 долларов 80 такая знаете платье парашют платье распашонка широкое большое свободное платье которое я тоже очень люблю и уважаю последнее время эти фасоны мне в них удобно легко и очень очень хорошо живется вот это платье черно-белое я хочу вам сейчас про него рассказать я увидела это платье в видео марины михиной где она снимала питерский стрит стайл и она сняла девушку которая шла в этом платье и в шляпе и это было так красиво меня просто поразило мое воображение это платье я написала ей комментарии марине что боже какое красивое платье невероятное и мне написали кто-то другой написал что это платье из зары что они сейчас продаются в зари я действительно вот увидела это платье там было непонятно на видео это вышивка или рисунок на ткани оказалось что это рисунок на ткани очень я хотела его померить но не было моего размера по моему это смол я даже покушаюсь влезть в размер смол в зари особенно такое приталенное платье оно очень красивое оно просто очень красиво и я вот действительно в видео Марины, видела на девушке, которая шла по улице, это платье, оно потрясающе, великолепно смотрится, положила на него глаз, будем, будем посмотреть, как пойдет. Очень интересно, рядом висели юбки, вот эта вышивка, это не рисунок на ткани, это вышивка на белом фоне, синяя вышивка, такой, знаете, напоминает кжель или вот что-то такое, народные костюмы, опять же, это необычно, это не совсем для города, я вот говорю, что это как-то больше мне напомнило одежду для отпуска, для выезда куда-то на курорт, в какие-то такие жаркие страны, где можно носить такую одежду, вот тоже такого же плана блуза, бело-синяя, но в Заре очень много сейчас таких вещей, может быть это действительно еще не осень, но уже не лето, это какой-то такой сентябрьский, сентябрьская коллекция для людей, которые в сентябре поедут в отпуск, ну не знаю, или в конце августа, в августе очень многие едут в отпуск, может быть это вот что-то такое, вот, кстати, китайско-японские азиатские узоры, я вам обещала, вот это уже точно, я знаю, к какой народности отнести эти узоры и рисунки, но это не вышивка, это рисунок на ткани, есть брюки и блузы такие, вот именно в таком китайско-японском стиле сделан рисунок, и вот эта вот отделка, внизу рукава и внизу брюк, такой характерный узор для азиатских тканей, вообще очень интересно, на самом деле очень красиво, и опять же очень ярко, очень броско, это такой в пижамном стиле костюм, который опять же хорошо на курорт, ну и вот халаты, ой, я вам хочу сказать, они потрясающе красивые, 120 долларов он стоит, он не шелковый никакой, я взяла его в примерочном, в следующем видео будет, я проверила его состав, он полностью синтетика, но это такой халат на подкладке с необыкновенно красивой формой рукава, и они все разные, вы знаете, что интересно, что они все, все немножко отличаются, расцветка на ткани, немножко отличаются в каждом из них, я сначала это не поняла, потом, когда я стала подбирать, чтобы взять с собой в примерочную, я поняла, что у них у всех немножко разная расцветка, неимоверное количество трикотажа, трикотаж, трикотажные костюмы, трикотажные жилеты, свитера легкие такие, не зимние, а такой трикотаж брюки, платья, в общем, очень много, неоновые босоножки немножко смутили меня, я думала, как-то неон уже отошел, неоновый цвет, но вот видите, вот стоят босоножки в Zara, абсолютно такого желто-неонного цвета, не то он вернулся, опять же, не то не уходил, я не знаю, с нынешней модой не поймешь, и вот эти вот туфли а-ля Manolo Blanik за 100 долларов, их тоже Zara уже делает несколько сезонов, такие или сякие, разные, всякие, ну, в общем, перепевы на тему Manolo Blanik, тоже они были в прошлом сезоне, их сделали в этом сезоне, вот я вам показываю магазин, кстати, возникла у меня разговор с одной из моих подписчиц, она спросила, как можно покупать что-то в Zara, там всегда такой беспорядок и всегда такой, просто ничего невозможно найти, и я сказала ей, что у нас, в принципе, это очень зависит от района, если mall находится в хорошем районе, где живут более-менее состоятельные люди, то там, в принципе, в магазине порядок, если, мол, находится в не очень хорошем районе, то там, конечно, в магазине ничего не найти, правда, я хочу сказать, что это я снимаю не отдел распродажи, в отделе распродажи всегда больше балагана, всегда больше все навалено и валяется, но тоже я должна сказать, что вот, в принципе, в магазине довольно-таки чистенько и порядок соблюдается, вот показываю вам юбки, юбку очень красивую, тоже необыкновенно красивого цвета, расцветки, ну, все просто такое, знаете, фестиваль, я не знаю, карнавал в Бразилии, отпуск, карибы, лето, даже пиджак и тот красный с белыми пуговицами, который, в принципе, такой деловой пиджак, жакет, но, тем не менее, он тоже такого красного цвета, и вот все пиджаки таких ярких цветов, сейчас я вот проведу камерой по магазину, и вы увидите, что все просто пестрит цветами, вот это очень красивые расцветки, я думала, платье, но это комбинезон, синий с белым тоже, кстати, прослеживается вот такой вот сине-белый какой-то такой мотивы очень во многих вещах, и внизу у него сделана такая полоса морской волны, и рядом же стоят босоножки такого же цвета точно, видите, морской волны полоска внизу, и босоножки такого цвета вместе, наверное, если это надеть, будет очень красиво, и снова яркая, и снова красно-белая, малиновая, в общем, все-все-все цвета необыкновенные, красивые, такие, знаете, шелка, цветы, какие-то крепдышины, в общем, честно хочу сказать, что мне такое впечатление, что вот после пандемии, и после пижам, и домашней одежды, произошло какой-то, знаете, эффект великого Гетсби, то есть люди хотят ярких вещей, люди хотят каких-то очень броских расцветок, вышивки цветов, стразов, бирюляк, перьев, и бог весь чего, и вот у меня такое впечатление, что то, что сейчас висит в заре одежда, это какой-то вот такой вот дань вот тому, что люди, может быть, надеюсь я, как мне хочется верить, вырвались на волю, на свободу после локдаунов, и пустились во все чашки, что называется, и будут одеваться в яркие, необыкновенные красоты, расцветки, цвета, и в общем-то конец бежевым и черно-белым принтам, сказала я, показываю черно-белую полку с черно-белой одеждой. Да, вот продолжается трикотаж, продолжается очень вот эти вот вязаные, как будто бабушка, и кофты, свитера, жилеты, вот это, в принципе, с коротким рукавом, с капюшоном, интересный такой фасон, в общем, не знаю, куда его носить, потому что, в общем-то, он довольно толстый, и капюшон, но рукав при этом короткий, типа летний или что, ну, в общем, как-то так. Очень тоже интересное платье, на сей раз не вышивка, а аппликация, тоже очень этническая, очень, ну, опять же, смесь какой-то этники, непонятно чего, с чем, всего совсем, в общем, интернационал и дружба народов, потому что здесь вот вышивка на рукаве, на самом платье аппликация из цветов, очень яркая обувь, кстати, вот то, что я вам показывала, вся обувь сиреневая, морской волны, неоново-желтый, какой-то синий, в общем, все такое вот, вырви глаз. И, опять же, этническая такая миленькая кофточка, очень симпатичная, правда, хорошенькая, она сделана из шитья какого-то, и оборочки, и вышитые цветочки, в общем, все вот такое вот, вы понимаете, да, что вся одежда, вот такая вот мимимишечная, миленькая, девчачья, вот просто футболка белая, на ней пришиты вывязанные из ниток бананы, арбузы, в общем, ну, как-то так все такое детское, весело-карнавальное такое. Еще немножко платьев вам, это, по-моему, отдел молодежный, судя по цене и размерам, здесь тоже цветочки-цветочки, опорочки-цветочки, все, все такое, знаете, очень, очень девочковое, как-то что-то юнисекс отступает, наверное, или что, я не знаю, ну, вот еще одно платье с... платье-рукава, я бы назвала его, потому что платье-то самообычное, обыкновенное, но рукава такие фонарики, фонарики, фонари, можно сказать, такие, знаете, пышные, очень пышные рукава, фонарики с оборкой еще сверху, в общем, платье, само платье, целое платье-рукава. Сумочки такие, ну, в общем-то, обычные, они уже были в прошлых сезонах, небольшие такие, и вот какая-то атласная совсем, как этот дурацкий мешочек, если честно, я вообще не поняла, что это такое, но, тем не менее, он вот лежит вместе с другими сумочками. Продолжение трикотажа и оборочек, причем, ну, здесь все, ну, просто все намешано. Я вообще, конечно, люблю такие вещи, я очень люблю девочковые вещи, но даже, на мой взгляд, это как-то тумач. Во-первых, яркий цвет сиреневый, во-вторых, вязка в дырочку с рисунком, с узором, плюс оборки из ткани, из шитья, оборки из других, из тех же вязаных материалов, в общем, ну, вот посмотрите, видите, и розовое, ну, конечно, не знаю, не все это любят, мне кажется, что даже очень многие это не любят, но вот Зара решила пойти по такому пути, опять же, трикотаж в полоску, такая немножко детская кофточка с большими пуговицами, ну, по-моему, она и висит в молодежном отделе, тоже разные цвета, яркие, коротенькая такая, свитерок такой с воротником, сколько он, сколько, сколько, 49, 50 долларов, ну, да, это молодежная линейка, и вот это вот платье, кошмар и ужас всех девушек, платье сарделька такая, которая, знаете, лапша, в которую вы всовываетесь, и все-все-все-все-все, что на вас лишнее или ненужное, все-все видно, я вам хочу сказать, что я с ужасом услышала недавно от одного стилиста, что они снова вернулись в моду, эти платья, платья, которые были прокляты всеми стилистами, но, видимо, прокляты не до конца, потому что вот снова их стали продавать, и они снова вошли в моду, ну, и, как всегда, затравка на следующее видео, видео-примерок, которое будет в следующий раз, а на сегодня все, люблю, целую, с вами была ваша Дита, всем привет из Канады, и до новых встреч, пока-пока, бай-бай!